МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера, например, говорили о единственном президентском центре в России. Если вы пропустили в соцсетях, поищите, там остальные выпуски тоже есть. Поговорим о событиях. Но сначала давайте короткое видео, по которому мы поймем, чего ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Как наверняка все догадались, поговорим мы сначала про чемпионат мира. Потому что Екатеринбург – это самый восточный и вообще единственный город Урала, ну и дальше, естественно, который принимал чемпионат мира в 2018 году. Это не могло не сказаться на городе. И вот самое заметное наследие – это мелькнувший в коротком видео стадион, в котором проходили матчи. Давайте по нему и прогуляемся. Екатеринбург-арена когда-то просто центральный. Самое заметное наследие чемпионата мира по футболу. То ли за свои ушки, из-за которых его полупрезрительно называют «кастрюлей», то ли за самую необычную судьбу среди чемпионских стадионов. Это культурное наследие – один из первых в союзе открытых стадионов. Пленные немцы в 50-х построили такое, что и сейчас не стыдно. 27 тысяч мест, несколько арен, гостиницы, кафе, холлы отдыха – неплохо, но для чемпионата мира маловато. На центральном стадионе сегодня ответственный матч. Середина десятых – масштабная реконструкция. От старого стадиона остался фасад, исторические кассы и забор. В те годы екатеринбуржцы по привычке всколыхнулись народными массами. А нужно ли, мол, нам, чтобы так резко переделывали привычную красоту? Споры шли до самого 2018-го с его карнавалом и матчами. Они поставили точку в этом вечном споре екатеринбуржцев. А нужно ли нам, чтобы мы боролись за проведение экспо-всемирной выставки? Или мы, скорее, больше какой-то мороки получим, будем жить на стройке, а потом к нам приедет непонятно кто, а потом непонятно, что со всем этим огромным наследием делать. А вот оно будет стоять. Вот пришел Мундиаль, приехал Мундиаль, и все, вот этот спор, он закончился. Все поняли, да, насколько это круто, когда мы живем в одном ритме, в каком-то, в одном пульсе со всем миром. Кто как, а я чувствую схожие ощущения, когда вспоминаю Универсиаду. Здесь она тоже будет только летняя и в 2023-м. Арена пригодится. Здесь пройдет открытие. А пока в межсезонье ее неплохо приспособили. Во-первых, это все-таки стадионы, домашняя арена футбольного клуба «Урал». Раздевалки, комнаты разогрева, трибуны и поле с травой, которую начинают подращивать уже в феврале. Все есть. Но ту же зону для спортсменов между матчами спокойно сдают секции гимнастики «Цыгун». А VIP и Very VIP-ложи так тоже бывает. Люди, не переживая, арендуют под корпоративы или просто праздничные гулянки. Тут свой кейтеринг, уютные комнаты для компании и мягкие сидения под навесом. Прекраснее всего детали, вроде вот этого усиленного кресла, и оно не для парочек. На матчах тут аншлаг. Конечно, с учетом ограничений на половину зрителей, но главное, и в межсезонье объект не стоит. Кто-то постоянно что-то устраивает. При том, что концерты нельзя, иначе служба грин-киперов с вилами пойдет на тех, кто вытаптывает их живой газон на поле. В общем-то, он город, он вошел в 21 век, он не завис. Потому что я во многие города приезжаю на стране и понимаю, ну, очень милый городок. Но это вот прямо в 60-е годы прошлого века. Вот все осталось примерно так же. Нет, Екатеринбург – современный город, очень динамичный. Он такой, я уж называл сегодня, там, «Зизитоп» или «Стифрайван», там, вот, когда он такой, вот он такой, прямо динамичный, но без лишних таких ноточек, без суеты. Ну, вот у них раньше назывался центральным стадион, у нас сейчас. Может быть, нам название тоже поменять, чтобы как-то у нас закрутилось, все поменялось? Ну, может быть, почему бы и нет. Может, только в этом загвоздка, понимаешь? Да, с городами же так работает. Вот Норсултаун встал, и все сразу хорошо. Следующее место, на которое интересно посмотреть, оно, кстати, появилось в том же году, что и сам чемпионат мира по футболу в 1930-м. Но сейчас его вообще не узнать, и мы смотрим на аэропорт Кольцова. Крупнейший на Урале и седьмой по пассажиропотоку в стране – это Кольцова, ворота Екатеринбурга. Большой, красивый и современный аэропорт, прямо как наш. Но здесь есть несколько интересных деталей. Примета времени – тесты на ковид. Без них никуда за рубеж сейчас не улететь, а сдать все можно сразу в аэропорту, где аж три точки. Международные рейсы в области открылись только на прошлой неделе, поэтому было время посмотреть по сторонам и понять, что это важная штука, если на огромный Боинг идут человек 300. Второе. Здесь куча мест для ночевки. Не все, но кто-то из вас наверняка сталкивался с пересадкой длиной в полночь. Что бы делать, приходится ночевать на стульчиках. Здесь же есть отель, куда можно перейти прямо из терминала. А самое прекрасное – капсульный отель между детской зоной и стойками регистрации. Удобно, если вам повезло не вырасти где-нибудь до 190. Наконец, здесь очень красивый терминал деловой авиации. Он в стороне от лишних глаз в историческом здании аэропорта 30-х годов. Это снаружи, а внутри красота и роскошь. На картинках вживую там журналисты не часто бывают. Зато с другой стороны стоит очень важная вещь для всего региона – грузовой комплекс. Сюда прилетают, собственно, разные грузы, важные для бизнеса. Здесь же сортируют международную почту. Говорят, основной поток – посылки из Китая. Вместе с рулежной дорожкой, которую построили в середине десятых, аэропорт замыкает на себя транспортные потоки Европы и Азии. И, кстати, у нас тоже строят рулежную дорожку и делают хаб. И воздушный транспорт, он вообще же один из важнейших в мире. Поэтому, если город может обслуживать серьезные потоки, то не останется в накладе. Вот мы, например, в принципе, будем в состоянии утащить у уральских коллег немало трафика из Азии. А вместе с ним – это экономический рост, это инвестиции, это развитие инфраструктуры. И вот как думаешь, вот если это все собрать, то что можно на их базе строить в городе? В широком смысле строить. Слушай, ну, судя по тому, как ты постоянно нас удивляешь, я могу ответить – да хоть что! В принципе, да. Но в первую очередь, ну, как мне кажется, это очень важная штука – события. Потому что крупные международные события – это очень важно городе, для города. И почему? Вот об этом дальше. Спортивные арены, огромные площадки вроде Екатеринбург-экспо, снова с медиафасадом, кстати. Развитый аэропорт, плотное железнодорожное и автосообщение – это все во многом следствие. В Екатеринбурге поняли одну простую, но очень важную для большого города вещь. Да, переломный момент, мне кажется, для массового сознания горожан был на мультиале. Мне кажется, да, когда все поняли, увидели, закружились в этом общем вихре с уругвайцами и как-то… И, возможно, почувствовали приток главного – денег. Они всегда есть там, где проходят большие события. В случае с чемпионатом около 7,5 миллиардов рублей – большая часть из федерального бюджета. Не меньше пришло частных денег, а сколько оставили туристы – и представить трудно. Но это в моменте. А ведь и в косвенной статистике остается след. Что в Екатеринбурге после ЧМ? Что у нас после универсиады? Давайте попробуем сравнить немного со стороны по показателям, которые прямо не относятся к разным событиям. Но все равно кое о чем говорят. Например, сколько введено коммерческих зданий в эксплуатацию. Это значит, что бизнес расширяется, строит себе офисы и прочее. Так вот, в Екатеринбурге, помимо того, что там и так в три раза больше, чем у нас, после чемпионата мира их стало гораздо больше. Следующий показатель – платные услуги населению. Что это такое? Юридические, консультационные, транспортные, коммунальные. В общем, все, за что платят люди и за что им оказывают услуги. Что это нам говорит? Развитие экономики. То есть, насколько часто тратят деньги одни и получают их другие. И тут важен даже не сам ряд чисел по годам, а всплеск, который наблюдается. А он наблюдается после больших событий. 15 миллиардов может быть и не так много в масштабах региона, но на дороге они не валяются. Последний показатель инвестиций в основной капитал. Это когда либо бизнес вкладывается в свое оборудование, либо строит здания, или приходит кто-то с деньгами и тоже вкладывает в этот бизнес. В общем, такой общий показатель развитости экономики. И что мы видим? Снова всплеск после больших и крупных событий. Кстати, что интересно, данные за 2020 год еще не подвели, но у нас, хотя упало чуть меньше 300 миллиардов, а в Свердловской области не дотягивает даже до 200. Еще один важный момент, который называют экономисты, внимание к городу извне. Не только туристов, но и бизнеса, будь то федеральный или международный. Здесь важнее регулярные крупные события. В Екатеринбурге это Уральская ночь музыки, которая в 2019 году собрала около 200 тысяч человек. Или, например, Уральская биеннале современного искусства. Ни Московская биеннале, ни Красноярская биеннале не могут сейчас обеспечить такие масштабы и привлечения художников, и смены постоянной через два года площадок, форматов, кураторов и так далее. И самое главное, вот такой повышенный интерес со стороны зарубежных художников, культуртрегеров и тому подобное. Мы все время что-то создаем и даем России. В этом смысле все остальные события, там все эти чемпионаты мира по футболу, универсиады и так далее, это не более чем бюрократический блеф. То есть они под них не могут подвести, самое главное, культурную часть. Ну вот мне кажется, события, это действительно такие вещи, которые могут сдвинуть человека с места. Ну я к чему? Потому что когда смотришь какие-то обзоры после крупных концертов, фестивалей, и у людей спрашивают, откуда вы приехали, я всегда удивляюсь. Но люди через всю страну, понимаешь, летели ради чего-то вот такого конкретного дня. Ну могут же. У людей эмоции, а город опять-таки те самые деньги, но и отчасти человеческий капитал получает. В общем, ну насколько я знаю, у нас все очень хорошо со спортивными событиями. У нас есть КЭФ. Я очень надеюсь, что этого все будет больше и больше, и тогда и нам всем станет лучше. Но вообще, мы же, ребята, озорные, поэтому даже в командировке не можем не развлечься. Мы притащили с оператором чемодан тушенки и пошли спрашивать местных об особенностях красноярской топографии. И местами получилось очень смешно. Ну как? Ну место красивое появилось. А может ли из-за плотинки появиться море? Нет. Почему? Море? Моря-то нет. А почему? Ну море-то оно же куда-то выливается, потом озеро может какое-нибудь. Ну это, скорее всего, какое-то, может, торговый центр. Я думаю, часы стоят все-таки. Почему? А? Почему? Не знаю, слишком очевидно было бы. А на самом деле не то, не то, а как думаете, что там? Значит, это место встречи для влюбленных. Ага. Ну как? Аккуратно. Ну потому что... А материться нельзя? Я могу запитать. Ну, по***чу можно получить просто и... Не есть мясо. Это же Лорейн. А, мясо... Так же, как у нас на Торчермете, наверное, спокойно. Невызывающе. Невызывающе. У меня в скандинавте вести себя. Не знаю, может быть. Место русского как-нибудь. Пробовали когда-нибудь такое? Нет. Вот. Ваше. Спасибо. Алинина. Спасибо большое. Вы когда-нибудь такое думаете вообще, что тушенка может быть такая? Нет. Давай попробуйте. Хорошо, спасибо. Ну, слушай, я всегда люблю опросы. Вот люди, бывает, такое что-нибудь скажут, даже не подумав, а нам весело. Нас развлекают. Мы смотрим и смеемся. Да? Ну, на сегодня, я думаю, все. И я надеюсь, вот у вас у всех сложилось некое впечатление о городе. Поэтому завтра, о, довольно насущном. Вот стоит ли нам, красноярцам, туда ехать? Что там посмотреть? И, кстати, чему поучиться еще у уральских соседей? Ну, вот это будет завтра. Не пропустите. Спасибо.